Богородице, Дева, Радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою, Благословен на Тим Женах и благословен, Господь, Твою. Во втором своем фильме о паломнической поездке на гору Афон я расскажу вам о монастыре Водопьетов. Рано утром мы отправились на корабле на пароме из города Уранополис в сторону Русского Матеремонового монастыря. На этом пароме едут сотни паломников, монахов, переводятся грузы, необходимые для жизни монастырей. Любимым развлечением паломников, когда корабль отъезжает, является кормление чаек. Ну а многие уже начинают готовиться к Афону, читают молитвы, погружаются в себя. В настоящее время Афон – главный центр и оплод восточнохристианского монашества. В связи с этим вполне оправдан интерес к нему не только православных, но и всех людей, имеющих помимо материальных и духовных интересов. Множество гостей со всех уголков земного шара ежегодно посещают Святую Гору. И значительная часть, по впечатлениям, вот увидено в той или иной степени, меняют свою жизнь. А некоторые даже остаются на Афоне, становясь на путь монашества. Мы много встречали таких людей, которые оставались кто на месяц, кто на три, а кто и на всю жизнь. Афон всегда был открыт миру. Святая Гора не только охотно принимала паломников, но и дала церкви патриархов, епископов, учителей, проповедников, духовников и писателей. Но главная заслуга Афона состоит в том, что он сыграл ключевую роль в сохранении чистоты православия. Если подобили церковь организму, то Афон всегда был легким, через которые очищалась кровь, обеспечившая его жизнеспособность. Эта гора не случайно была названа Святой. Ведь своими подвижническими трудами люди осветили здесь даже камни. Афон – это уникальная попытка жить по Евангелию до последней буквы, без компромиссов, посвятить себя Богу и исполнению Его заповедей. И вот конечная точка на сегодняшний день. Вернее, не конечная, а промежуточная точка Святого Пантелеймона в монастыре. Здесь у нас была запланированная небольшая остановка. Был заказан автобус, который у нас заставит в конечную точку сегодняшнего дня – монастырь Водопед. Мы где-то пробыли в монастыре примерно час, попили святой воды в источнике и отслужили небольшую службу на могиле бывшего игумена русского Анафонин Пантелеймонного монастыря. Схера Мандрита и Еремия в миру Алёхин. Он скончался 4 августа 2016 года на 101 году жизни. Я не снял его могилу, не снял нашу службу, так как в монастыре мне это запретили. В монастырях Афона практически всегда не разрешают снимать. И добиться богословения на съемку очень-очень сложно. Только в нескольких монастырях мне это удалось сделать. Кстати, рекомендую вам почитать о жизни игумена русского на Афоне Пантелеймонного монастыря и Еремия. Очень интересная, очень тяжелая жизнь. Он прошел за свою вековую жизнь и за стенки. СССРовских спецслужб. И попал он за стенки гидеровской Германии. Жизнь была тяжелейшая. Почитайте про него. И вот мы движемся на автобусе в сторону второго иерархи Афонских монастырей. Монастыря Водопед. Вот здесь промежуточное КПП, на котором нас остановили, проверили наши документы. Узнали куда, что, зачем мы едем. В общем-то, не всем удается попасть в этот монастырь, особенно в преддверии большого праздника. А мы именно в преддверии этого праздника и приехали, о чем я расскажу дальше. Водопедский монастырь или Водопед – это православный греческий мужской монастырь на святой горе Афон, второй иерархии, как я уже говорил, один из самых древних, богатых и обширных монастырей Афона. Находится он на северо-восточном побережье полуострова Афон, между монастырями Эсфингмен и Пантократор. По преданию, монастырь в нынешнем виде создан в конце X века. Вот здесь нас встретили в монастыре, как полагается, во всех монастырях встречают гостеприимно, наливают небольшую рюмочку местной водки, стакан вина, дают какие-то там сладости. Где сухофрукты, а где что? Нас провели в наше место, где живут паломники, общежитие. Монастырь в этот момент был переполнен, потому что сегодня ночью начинался большой праздник. 31 августа, это по старому стилю, а 13 сентября по новому стилю, а именно в эту ночь, потому что мы прибыли туда 12 сентября, совершается праздник положения пояса Пресвятой Богородицы. А вот я вам сейчас покажу немножко трапезу в монастыре. Это, наверное, по-моему, единственный раз, когда мне удалось заснять немножко трапезы. Как видите, простая посуда, простой хлеб и простая пища. Много овощей, очень-очень вкусный хлеб, тушеные овощи, а в праздники дают потрясающе вкусную рыбу. А вот этот фрукт меня вел в заблуждение. Я подумал, что это чернослив, а оказались это так приготовленные оригинальные оливки. И вот вечером началась служба. С начала службы монах ходит по территории монастыря и стучит специальный молотком на специальную доску, вызывая всех на службу. Монахов и прибывших паломников. Ночная служба длилась практически всю ночь, ну, по крайней мере, для монахов. Мы немножко где-то часика три-четыре поспали. Мне удалось немножко заснять эту потрясающе интересную службу через окно. Освещение в храме, только свечи, свечи-лампады. Очень торжественно, очень красиво, очень просто до мурашек. Монахи поют молитвы. Растягиваю слова и добавляю такие звуки. Вот так стучат по палке, вызывают на службу. Ночь у нас ждала небольшое угощение, кофе. Это было уже, наверное, где-то в час-два ночи. Потом мы пошли спать. Но, проходя мимо храма, я слышал, как там продолжали молиться монахи, которые молились всю ночь. Рано утром я встал, встретил восход солнца. Немножко удалось поснимать территорию монастыря, пока никого не было. Но уже рано утром вышли все паломники, монахи, гости. Очень было много гостей. Ну, продолжу рассказ про праздник. Пояс Пресвятой Богородицы был одной из трех главных святынь Константинополя, связанной с земной жизнью Божьей Матери. Кроме пояса в Царьграде хранилась Риза, Мафори Девы Марии и икона Божьей Матери Одигитрии, написанная по преданию евангелистом Лукой. Именно обладание этими тремя святынями было одним из главных оснований для того, чтобы считать Константинополь город Божьей Матери. Выражение «Град Твой Богородицы» встречается во многих и многих византийских песнопениях. И для византийца было синонимом слово «Константинополь». Утром народ собирается на главной площади перед храмом. И выносили пояс Пресвятой Богородицы, к которому могли все приложиться. А также были окреплены святой водой. Там стоит огромная беседочка такая с колоннами. Там стоит огромная чаша со святой водой, которую в конце службы все желающие могли набрать. У гостей, по моим примерным подсчетам, было не меньше 300, а может быть до 500 человек. Были там и военачальники, моряки, я думаю, что местная власть. Был епископ из России. Так вот, по разговору, который я слышал, по-моему, с Воронежем был бы епископ. И он принимал участие в торжественной службе. Принимал участие наравне с игуменом Водопецкого монастыря. Мне опять удалось немножко заснять службу через окно. Внутри было так много народа, что протиснуться было то практически невозможно. И очень много людей стояли возле окон с одной и с другой стороны храма. И могли наблюдать и слушать молитву, слушать службу. Ночью, может быть, вы заметили, я заснял этот момент, когда раскачивают люстру. Огромная люстра с таким бронзовым кольцом вокруг нее. Она раскачивается, это я видел практически во всех монастырях Афона. Люстру, саму люстру шатает, а кольцо немного вращает, ну, насколько позволяет, цепи, которые придерживают по кругу. И все это вот происходит во время песнопения, горят свечи, просто завораживает. По окончанию службы нас ждал большой торжественный обед в честь праздника. Праздника, еще раз напоминаю, положение пояса Пресвятой Богородицы. Обед мне не удалось заснять, но я вам скажу, что было очень вкусно, очень торжественно. Много было фруктов, овощей и очень вкусно приготовленная рыба. Как видите, дрова до сих пор используются в монастырях Афона. Хотя есть монастыри довольно-таки продвинутые, где используется и газ. Есть довольно-таки современные котельные, которые отапливают. Но, тем не менее, во всех монастырях я вижу огромные стены с дровами. И в том числе, мне кажется, дрова являются одной из статей экспорта дохода монастырей. Потому что, когда мы передвигались на пароме, я часто видел грузовики, наполненные дровами, которые двигались в сторону Уранополиса, в сторону материковой Греции. В конце своего фильма я вам покажу несколько фотографий, которые я сделал в монастыре в данном водопеде. Но вообще у меня есть специальный альбом, фотоальбом Афон. И там про каждый монастырь я буду рассказывать, показывать свои фотографии. Мой рассказ о водопеде заканчивается, и мы движемся дальше. Не уходите далеко, продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok